Динозавры По сравнению с человеком это вечность, но как бы ни были развиты, революционированы, они умерли в одночасье. Правда некоторые их предки живы до сих пор, например птицы, их потомки и некоторые земноводные животные. Около 65 миллионов лет эти многочисленные животные умерли из-за катаклизма всеземного масштаба, скорее всего из-за падения астероида и гликомета, повлекшего за собой изменение климата. Рептилии обитали на земле еще до появления динозавров. Вапы у них были расположены по бокам туловища, как у большинства современных ящиков. Около 300 миллионов лет назад, во время камнеугольного периода, произошло глобальное потепление, что по мнению ученых уничтожило тропические леса и вызвало эволюционные взрывы и директии. Каждая популяция оказалась заперта в небольшой области обитания. Каждая начала развиваться по-своему, что и привело к увеличению разнообразия. Затем появились предки динозавров – архозавров, то есть господствующие ящеры. Появление архозавров шло параллельно с массовым, но неполным вымиранием терапсид на границе Перми и Триаса. В начале Триасового периода возникло множество новых видов. Высшие формы терапсид по своей организации были очень близки к однопроходным млекопитающим и, по некоторым предположениям, имели молочные железы и шерсть. Внезапный упадок тераморфов и рассвет настоящих ящиков – одно из самых интригующих загадок палеонтологии. Динозавры отклонились от своих предков – архозавров спустя примерно 20 миллионов лет после массового пермского вымирания, которое уничтожило приблизительно 95% всей жизни на Земле. На сегодняшний день останки самых древних динозавров имеют возраст около 230 миллионов лет. Одним из самых разнообразных известных на сегодняшний день динозавров считается Ставрикозавр, живший 228 миллионов лет назад, частичный скелет которого был обнаружен в возложениях Среднего Триасового периода на территории современной Бразилии. На самых ранних этапах эволюции динозавров земная среда была заселена различными видами архиозавров и терапсидов, такими как этозавры, ценатодоны, дицинодонты, орнитозухиды, ранхизавры и другие. По всей видимости, в конце Триаса динозавры выдержали долгую конкуренцию с данными животными, прежде чем победили и достигли расцвета. Некоторые ученые, однако, полагают, что господствующее положение динозавров было получено не столько превосходством над другими животными, сколько случайно. Около 200 миллионов лет назад произошло так называемое Триасовое вымирание. Это событие окончательно освободило экологические ниши, открыв возможность развиться, начиная с юрского периода, таким группам, как крокодиломорфам, тирозаврам, млекопитающим, черепахам и динозаврам. Ну и примерно 65 миллионов лет назад, в юрский период, динозавры подверглись вымиранию, связанным с падением астероида. Триасовое вымирание 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 Солнечная система Выброшено около 15 трлн тонн пепла и сажи И днём на земле было темно, как лунной ночью При падении образовался кратер Чуксулу Древний ударный кратер диаметром около 180 км Изначально глубиной 117-20 км Находящийся на полуострове Юкатан И входящий в список крупнейших кратеров на земле Энергия удара оценивается в 100 тератон тротиновом эквиваленте Последствия этого удара отражались ещё порядка полутора миллионов лет В виде изменения климата и вулканической активности ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...